Девушки отдыхают Как вы считаете, уже после показа трех частей, есть ли чем заинтересовать, есть ли чем, будет ли чем удивить зрителя Перворайского? Ну, так случилось, что стоял вопрос о том, вообще делать четвертую часть или не делать. Это уже пятый спектакль, то есть это уже практически пятый год происходит, эта история со сказаниями. Подождите, часть четвертая спектакль пятый? Да, потому что тайна Диньского тоннеля у нас из двух больших спектакль состоит. Мы уж не будем говорить о каких-то маленьких еще перформансах, которые вокруг всего этого существуют. Стоял вопрос о том, ставить или не ставить. И когда мы заявлялись на субсидию федеральную, Министерство культуры Российской Федерации, у нас не оставалось выбора, потому что пришлось ставить четвертую часть. То есть, вы этот спектакль ставите на федеральные деньги? То есть, уже какие-то вопросы за нас решают, да. Чего, конечно, всегда хотелось бы, потому что хочется всегда знать материал заказчика. Четвертая часть сказания из Милеуральской. Это о чем? Это продолжение историографии развития цивилизации в наших местах, на нашей территории, Среднего Урала. И мы подошли уже к периоду Хрущевской оттепели. В данном случае спектакль рассказывает о 1959 году в Екатеринбурге, в Перу, в Уральске и в Агрессанной местности. Вы придерживались больше такого исторического подхода? Или там есть место художественному, так сказать? Я думаю, что художественного там больше. Все-таки это театр, да. И зрителям всегда интересно смотреть живые истории. Все-таки это не урок истории, да, а живые истории живых людей. Но при всем при этом, какие там политические моменты или те события, которые происходили в те годы, в тот 59-й год, и на территории города, и на территории Свердловской области, и в стране, и в мире, все это искусно поплетено нашим замечательным драматургом Олегом Михайловым, который на фоне рассказа о нескольких молодых ребятах, о их жизни в те времена, показал то, что происходило вокруг. Премьера планируется когда? Я скажу точно, что предпремьерный показ завтра. Но это практически премьера, только без какой-то вот отдельной еще оболочки, что вокруг этого происходит. Потому что на премьере нам хотелось бы еще создать экспозиции. У нас просто не хватает времени. Поэтому мы можем показать только спектакль, только спектакль сам, а без предспектательных каких-то мероприятий и после. Без изысков. Смотрите, а как театр сейчас работает во время пандемии? Вам же нужно вот эти меры всей профилактики соблюсти. Ну, вот спасибо. Есть замечательная организация Роспотребнадзора. Они буквально вчера приходили к нам посмотреть, как у нас обстоят дела с эпид-обстановкой. Прошли по помещениям, пообщались с людьми, проверили все необходимые требования. Ну, вроде как бы сказали, что у вас все хорошо, все замечательно. И на будущее еще дали несколько советов, в каком направлении нам двигаться. Для того, чтобы и для работников театра, и для нашего любимого зрителя все было безопасно. Ну, вот мера безопасности в чем заключается? Зрители придут, они будут сидеть, как вот мы с вами, там на расстоянии полтора метра, условно говоря, в масках в зале. Или что это будет? Будем улыбаться, да. Буквально несколько лет назад никто не мог предполагать, что такая ситуация может случиться. Но я не знаю, что это была интуиция или нет. Я заказывал кресло в зрительный зал с таким расчетом, чтобы можно было в течение 15 минут устроить всевозможные трансформации. Мы проводили и голубые огоньки, то есть когда это еще можно было расставить кресло со столами. То есть это может быть и зал, и портер, и там частично амфитеатры какие-то устраивать. Вот. И для нас большой сложности не составило, когда появились требования о том, чтобы надо уменьшить количество посетителей на одном сеансе. Мы просто в течение полчаса переоборудовали весь зал, и у нас сейчас замечательно, есть и социальное расстояние, и все удобно, и эстетически это выглядит достойно. А актеры, кстати, тоже, ну, актеры-то, наверное, без масок. Ну, по актерам есть требования, да, малоэмоциональные актеры, да, они должны выдерживать социальное расстояние, а слишком активные, да, громкоговорящие и поющие, у которых летит все во все стороны, у них должно быть расстояние 4 метра. Поэтому задача перед режиссером была поставлена, и если кто-то из артистов начинает на сцене на другого кричать, он предусмотрительно отходит. Ну, мы еще как бы при всем при этом все равно сами-то тоже соблюдаем гигиену и все необходимые требования, поэтому стараемся, чтобы ничего плохого не произошло. Так, понятно. Если вот серьезно совсем, я, насколько понимаю, пандемия дала такой новый творческий опыт, творческий толчок. Вы же онлайн делали тоже спектакли, вы какие-то ролики снимали, расскажите, пожалуйста, об этом подробно. Ну, вот опять, да, нет хода без добра, то есть, приключилась такая история, и нам пришлось уйти в оффлайн-режим. В онлайн? А, да, да, в онлайн, в оффлайне мы сейчас, да, можно сказать, находимся. Вот, и стали осваивать, так сказать, работу театра на экранах, на экранах мониторов. Вот, и за это время, ну, сделали 404 произведения искусства, может быть, это не назвать, но это был поиск, это был эксперимент. Хорошо, спасибо вам за беседу, мы на этой ноте эфир завершим. Спасибо телезрителям, что вы были сегодня с нами, будьте здоровы, берегите себя, всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова